Всем привет, это уже второй выпуск про мой Land Rover Defender, который я не так давно купил и буду переделывать его для поездок дальних, ну в общем компетенционных. Из того, что было сделано, это поставил колеса штатные, ну шел просто за 10 тысяч рублей купил. Такая покупка, которую вроде как бы и не сильно необходима, но почему бы и не купить. Из последнего еще также поставил багажник на крышу, вот сейчас покажу подробнее. Снял противотуманки, потому что они мне особо не нравились. Багажничек мне вчера прислали из Питера. И сегодня задача, задача, задача начать переделывать багажник. Так, это у нас мусор от багажника, который надо где-то выкинуть. Противотуманки, которые я снял. Так, ну что, у нас здесь вот такое вот пространство. Огромный тазик, можно сказать. Огромный-огромный тазик. Да, конечно, для рыбалки, охоты это суперудобное средство, наверное, потому что ты сюда закидываешь, не паришься. У тебя тут все валяется, ничего никуда не протекает, потому что здесь оно даже загерметизировано герметиком. И, кстати, все это сделано на клепках, и поэтому придется все это высверливать. Клепок тут, а кренища, и походу появится еще дополнительное отверстие точно, которое нужно будет еще чем-то и как-то заделывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем пока попробуем так Впереди осень, зима Посмотрим как холода У нас в любом случае будет греть Обстановка, которая была куплена Предыдущим и установлена предыдущим владельцем Дальше буду Устанавливать Такой утеплитель Посмотрим насколько он поможет Ну а дальше уже будет скребрировано Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, уже третий день моей стройки Вчера уже закончил поздно Не стал показывать на чем он остановился Сейчас покажу Так, да Я уже заехал в магазин Купил еще немного материала И купил Купил новую автономку И вот то, на чем я вчера остановился Установил я такой вот столик 40 см шириной Смотрится более-менее нормально Здесь у нас Лежит ламинатик Вот это все Здесь будет продлеваться шкафчик Спальничек так называемый Вот это нужно как-то обшить Ну а с этой стороны Это будет примерно так и выглядеть, наверное Здесь закрывать ничем не буду Тут будут ящички Как и фургончики у нас Тащать симпатичные Думаю, что будет выглядеть Это более-менее нормально Так что сегодня план Это сделать спальник здесь Покрасить это все Разобраться, как здесь будет В этой части При сложных сидениях Выглядеть спальник И установить автономку Смотрите продолжение в следующей части Так, ну что Мы уже переместились на природу Это значит, что у нас практически все готово Так что пойдемте Покажу, что у меня получилось А получилась вот такая вот красота Мы уже все покрасили Изготовили подушки А подушки мы изготовили Просто получилось так Что я на авито нашел матрас За 2,5 тысячи Купил материал И отдал в ателье Там мне порезали матрас И изготовили 3 отдельные подушки Под наши размеры Толщина подушек Как мне кажется Немножко получилось великовата Здесь 14 сантиметров Конечно Сантиметров 10 было бы Наверное более удобно Но получилось то, что получилось И я думаю, что в принципе В любом случае Поездим пока так А в будущем уже, наверное Что-то сделаем другое Сейчас я вам покажу Как это все будет раскладываться Потому что мы еще не тестировали Никуда не выезжали Надеюсь, в будущем Получится выехать И переночевать Уже понять, как это будет Насколько это удобно Вот у нас дополнительная Доска Кладется сюда Александр, подойдите поближе Пожалуйста Одна подушка у нас Кладется сюда Разбирается С этой стороны С этой стороны С этой стороны С этой стороны Подойдет подушка Здесь Кладутся Три вот такие вот Подставки Ничего другого Я не придумал Поэтому Пока у нас будет Выглядеть все это Вот таким вот образом И третья подушка Кладется вот так вот У нас получается Кровать Размером По-моему 120 сантиметров На Метр 70 Метр 80 Здесь еще будут Кладаться подушки Здесь как раз Получился такой Небольшой подъем И по идее Все должно быть Сейчас попробуем Сразу же Ну и по идее Все должно быть Достаточно Удобно И комфортно Да Это конечно Не фургончик Но Не Матрасы мягкие Они конечно Высоковатые Но они достаточно Мягкие И удобные Так что Вот такая вот Кровать у нас Здесь получилась Мне кажется Получилось Достаточно комфортно Насколько это можно Сделать В этом автомобиле Да Это конечно Не фургон Где можно Там и постоять И Больше Свободного места Но в принципе Мы Изначально понимали На что мы идем И ждать Мега комфорта От подобного Плана автомобилей Не приходится Но Посмотрим на практике Может быть Заранее Зря Жалуюсь Что тут будет Неудобно Вот Ну а что еще Хочется рассказать За последнее время Какие были изменения У этого автомобиля Я думаю Вы сами все видите На машине Установлены Уже другие колеса Поставил я Более злую резину Прикупил диски Купил сначала Черные диски Решил потом Перекрасить В белые Теперь так что Они практически Как новые И более злая резина МТ Размером 265 на 75 Машина стала Выглядеть Гораздо Интереснее Выше И На мой взгляд Гораздо Красивее Боялся я того Что МТ-шная резина Будет очень сильно Шуметь Но к счастью Даже вот ехали Сейчас сюда Около 100 км в час И практически Нет никакого шума Ну я не знаю Нужно прислушиваться Но прям Я очень доволен Что на них Даже кстати Стало помягче И гораздо комфортнее Ну и что у нас Получилось По деньгам Диски Изначально стоили 5 дисков 15 тысяч 7 или 8 тысяч Рублей Покраска 28 тысяч Цена резины Купил я это Все в ушном Резина Тойо МТ 265 75 По стоимости Всего что сделано было В богатнике Материал от дерева По моему У меня получилось 1000 на 15 20 Ну там просто Несколько раз Я закупал По мелочи Так что посчитаем В 320 Матрас стоил 2500 рублей Материал обшивать Около 2000 рублей И за работу Чтобы мне порезали И сшили Все это стоило По моему 7 тысяч рублей Итого 11,5 тысяч Переделка Багажника У нас обошлась Уже 30 Ну пусть будет 32 тысячи рублей Плюс Новая автономка 7,5 тысяч рублей И новые колеса Почти полтос Получается Ну и я думаю Вы уже заметили Я думаю Вы заметили Появился у нас Еще один аксессуарчик На крыше Я думаю Вы все поняли Что это Раскладная палатка Но о ней Мы расскажем Чуть позже Также Мы потихоньку Готовимся К нашему Первому путешествию Надеюсь Все у нас получится Вы можете Кстати написать В комментариях Куда же мы В этот раз Будем направляться Хотя сейчас Уже не так сложно Отгадать направление Потому что Много направлений Теперь у нас Уже закрыто Осталось Несколько Наверное всего Ну и надеюсь Что нам еще Получится Выехать на природу Затестить Наш новый спальник И разумеется Сделать для вас Обзор палатки Я надеюсь В следующем выпуске Мы уже Более подробно Про нее расскажем